Всем привет дорогие друзья! Сегодня я делаю очень вкусный интересный тортик. Он называется черничная Vivienne. Его вариаций очень много. Я его буду делать в одной из вариаций, в которых черничная начинка будет между двумя слоеными коржами. Тортик будет не очень сложный и в украшении, то есть он очень простенький с аппликацией. Но я там дальше уже расскажу как и что я делаю. Для начала я займусь полуслоеными коржами. Для этого вы видите рецепт указан и на экране. Из жидкости вы видите указан сметана, кефир, либо сыворотка. То есть вы берете то, что у вас есть дома или то, что вам лучше взять. На сметане будет более насыщенный вкус, но разницы особо не имеет. Отвесила я все свои ингредиенты. Для начала перетерла масло охлажденное на терке и перетирала его в кухонной машине до состояния крошки вместе с мукой. Далее добавила одно яйцо и щепотку соли. Дождалась пока оно соединится и начинаю добавлять уже жидкость. Либо если это сметана, вы ее туда выкладываете. Сметаны нужно будет где-то точно 150 грамм. А вот так как я добавляю сыворотку, то я конечно влила сразу 150, но мои коржи были немножечко мягковаты. То есть можно было и положить чуточку меньше жидкости. То есть если вы будете использовать либо сыворотку, либо простоквашу, либо кефир, добавьте вначале 100-120 грамм, а потом уже смотрите по консистенции вашего теста. Оно должно быть такое приблизительно как на корже Наполеон. То есть довольно тугое получится в принципе. У меня оно немножечко мягковато. На самом деле оно точно так же будет слоиться, точно так же себя поведет и в тортике, просто его немножечко сложнее будет раскатывать. Домешиваю слегка тесто. Долго не мешаю, потому что иначе масло полностью разотрется с мукой и тогда у нас не получится слоистости в этом тесте. Разделяю на 4 равные части. У меня будет 4 коржа, то есть у меня будет 2 прослойки как бы черники. Подкатываю их кружочки и буду оставлять в холодильнике. В холодильнике хотя бы на полчаса для того, чтобы тесто у нас хорошо остыло. Вот такие вот шарики кладу в холодильник. Накрываю их пленкой, чтобы они заветрились. Пока у меня остывают, приготовлю черничную начинку. Я беру чернику в произвольном количестве. Мне главное потом уже получить определенное количество 350 грамм готового пюре. Так как черника не очень насыщенная по вкусу, я добавила еще малины и добавила с двух небольших яблочек филе, что ли, мякоть с двух яблочек без шкурки, без косточек, без ничего. Это придаст и консистенцию, и немножечко объема нашему пюре. После того, как масса у нас закипела, я ее перетерла через сито, для того, чтобы убрать косточки с малины и шкурку с черники. То есть все, что там осталось, все осталось у меня в сите. Далее обратно вернула массу в кастрюльку на огонь и добавила уже сюда отвешенный сахар с пектином, для того, чтобы моя масса стала более густая. Если сюда добавить еще потом желатин, так же самое, как мы делали на кули, у вас получится более плотная начинка. Сахар и лимонку можно еще добавить по вкусу. Поставила на балкон, чтобы остывала моя начинка. Далее занялась шоколадным кремом. Видео с шоколадным кремом я оставляла в предыдущем видео. Ссылочку на него я тоже дам в описании. И теперь сделала заварную основу, поставила шоколадный крем остывать, заварную основу начала делать. Заварная основа у меня для крема пломбир. Еще потом буду сюда добавлять как бы 300 грамм сливок и еще 3 столовые ложки сахара. Оставила остывать свою заварную основу. Теперь занялась шоколадным коржом. Шоколадный корж у меня шоколад на кипятке. Это видео я также давала останавливаться. Не буду на этом. Ссылочку на него вы тоже найдете. Кто не знает, кто знает, пеките шоколадный корж такой, как любите. Теперь могу уже полностью заняться своими слоеными коржами. Раскатывать я их буду на силиконовом коврике вот таком. Его я заказывала с сайта New Cheek. Очень хорошая и удобная вещь. Также с этим ковриком я заказала вот такую железную широкую и длинную скалку. Она 50 сантиметров. Бесподобная вещь. Я даже не думала, что такая она удобная будет в использовании. Намного лучше даже, чем пластиковая. Она идет с ограничителем. Я, в принципе, ними не пользуюсь. И там еще деление, чтобы вы видели, какой длины вы что катаете. Ограничители вот такие вот на разную толщину я практически ними не пользуюсь. Как бы уже всегда катаюсь на глаз. Эта скалка хороша тем, что к ней практически ничего не пристает. И она как холодная такая получается. Поэтому на ней намного лучше катается. Лучше, чем пластиковой скалкой. Особенно мастика. Вы увидите, я вам покажу потом, как я раскатываю мастику. Она вообще не пристает. Так как у меня коржи немножко мягковаты, так как я об этом уже сказала, их немножечко нужно будет припылять мукой. Плюс этого коврика, что он не скользит по поверхности у вас. Нам не нужно будет потом и стол мыть. Просто этот коврик мы сполоснем в раковине. Его очень удобно. С этим очень удобно. В общем, не нужно возиться. На нем есть всякие там деления, чтобы я видела приблизительно, какого диаметра катаю свои коржи. Его можно, в принципе, и в духовке. Но я не делаю с ним ничего в духовке, потому что он великоват для моих противней. Вот. Там есть и линеечки сбоку. То есть, катать на самом деле на нем очень удобно. Я особенно какие-то с тестом, с мастикой очень удобно работать именно с таким ковриком. Смотрите, я свои коржи буду обрезать по форме 26 сантиметров. Сразу скажу, я здесь обрезала, но советую перенести вначале пласт на противень и потом уже вырезать. Потому что тесто, по крайней мере, у меня получилось мягковатое и оно немножечко деформировалось, когда я его переносила. Поэтому лучше перенесите, а потом уже обрежьте, чтобы ваши коржи были ровные. Накалываю тесто вилочкой часто, для того, чтобы оно у нас сильно не вздувалось. Хоть это и слоеное тесто, но нам надо поменьше пузырей, потому что торчики так получатся достаточно высоким. Так, теперь мы можем закончить уже все свои заготовки уже доделать. Я взбила шоколадный крем и уже закончила свой крем-пламбир. Я добавила сахар к сливкам, подождала 5 минут немножечко, чтобы сахар начал расходиться. Взбила сливки и потом постепенно добавила заварную основу к сливкам. Вот и получился у меня мой крем-пламбир. На низ обязательно оставляю где-то сложку крема, для того, чтобы мой тортик не ездил потом по поверхности, а хорошо держался. Выкладываю часть шоколадного коржа. Я, кстати, бисквит на кипятке вот это делала на полторы порции, потому что тортик у меня на 26 сантиметров в диаметре и мне надо было его разделить на три коржа, то есть довольно высоким. Буду использовать пропитку. Пропитку вы видели, рецепт я только что показала на экране. Я не делаю очень сладкие сиропы, которые показывают все и там делают на 100 грамм сахара, 100 миллилитров воды. Это дико сладко, это очень приторно, то есть я такими вообще не пользуюсь пропитками. Теперь, после того, как пропитала корж, я его немного пропитываю, потому что он и так довольно сочный получается в шоколадной кипятке. Выкладываю половину шоколадного крема на него. Крем бесподобно себя ведет в тортике, он очень стабильный, не вытекает, не плывет, то есть, ну, отличная вещь. Обязательно пропитываем слоеные коржи. Их можно пропитывать все сразу, потому что они долго впитывают в себя жидкость, то есть мы отставляем, пока пропитываем все остальные, предыдущие уже впитываются. И мы можем вторым слоем еще немножечко намочить, потому что, ну, чтобы они не были жесткими потом в тортике. Хорошо их пропитайте, не пренебрегайте этим. Пропитала я его и сверху после того, как положила на тортик и выкладываю на него половину черничного пюре. Его можно сделать гуще, будет зависеть от количества пектина, либо желатина, либо крахмала, который вы добавляете в ваше пюре. Вы можете загустить его любым способом, который вам нравится. Я просто вам показываю как идею, как вариант, то есть очень вкусного тортика. Накрываю вторым своим слоеным коржом. Его, опять же, пропитываю сверху, дожидаясь, пока жидкость впитается. Впитывается она довольно долго в такие коржи, так же, как и в медовой. Почему-то очень они не любят в себя. Они впитывают в себя очень много, но очень долго. Выкладываю сюда часть пломбирного крема. У меня пломбирный крем даже остался немного. Для меня это не было проблемой. Я его смешала потом с крошкой, с бисквитной и выровняла не тортик, а картошкой, то есть предварительно перед ганашем. Если вам такого делать не нужно, вы можете, в принципе, сделать немного меньше этого крема. На 200-250 грамм заварной основы вам хватит с головой и 200 грамм сливок. Потому что у нас здесь всего два слоя как бы белого крема. Мы его положили наверх слоеных коржей. Получается перед шоколадным и сверху шоколадного. Шоколадный мы тоже не забываем пропитать. Обязательно пропитым. Не сильно много. Опять же, повторюсь, эти коржи и так по себе очень сочные. Они не сухие. Не такие, как обычный бисквит. И выкладываю сюда еще белый крем. Потом на белый крем у нас опять-таки пойдет слоеный корж. На слоеный корж пойдет черника. Опять слоеный корж, шоколадный крем и шоколадный бисквит. И это будет уже наш тортик собран. Я надеваю кольцо. Потом я буду ставить свой тортик под пресс. Этот тортик довольно долго пропитывается. Опять же, эти слоеные коржи впитывают себя много, но долго. Я буду ставить под пресс вначале где-то с килограмма полтора. Потом буду увеличивать нагрузку где-то до трех килограмм по весу. Нельзя поставить сразу три килограмма, иначе у вас весь крем выплывет. Вы добавляете нагрузку понемногу. Я положила вот такую вот ровную как дощечку ДСП. Не забыла перекрыть вначале тортик клеенкой, а потом положила эту дощечку. Она у меня довольно тяжелая, на чуть больше килограмма. Вначале ее, потом добавила на нее, начала уже ставить, нагружать, нагружать и мой тортик сел. В общем, он у меня получился где-то сантиметров 9, максимум 10 по высоте. Выровняла я его картошкой и теперь буду подравнивать его ганашем для покрытия мастикой. Подравнивать буду я вот таким шпателем, который тоже мне пришел с Нью Чик. Вы видели, я ним и тесто разрезаю. Этот шпатель удобный, потому что на нем есть и линеечка такая, то есть если вам какая-то разметка нужна, тоже очень хорошо ним пользоваться. И, соответственно, под 90 градусов удобно делать тортик. У меня немножко камера здесь искажает, поэтому кажется, что тортик такой как пузатенький. Выровняла я свой тортик. Теперь его, в принципе, можно уже перекрыть мастикой. Мастику я буду использовать такую, которую я уже показывала сто лет назад. Это мастика из маршмелок. Вы видите, как бесподобно она катается этой скалкой на силиконовом коврике, который никуда не ездит. То есть очень удобно, бесподобная вещь. Раскатываем мастику не очень тонкой. Теперь можем покрывать тортик. Я не сильно широко раскатала мастику. Это чуть-чуть для меня было проблематично, но не критично. Ее желательно раскатывать пошире, то есть тортика, чтобы у вас был большой запас. Но мне приходится, вы видите, немножечко подтянуть свою мастику для того, чтобы убрать все складочки. Главное, чтобы она у вас не получилась слишком тонкая, чтобы она у вас, не дай бог, не порвалась. Конечно, их можно потом эти дырочки все заделать, но лучше, чтобы такого не происходило. Для того, чтобы этого не происходило, я подтягиваю свою мастику не за один круг, как бы прокручивая торт, а за несколько оборотов, то есть постепенно. Тогда она намного лучше ложится, не порвется, и эти складочки уйдут. Вы видите. Далее обрежу вокруг по контуру ножом для пиццы. Вы видите, не осталось ни одной единой складочки. То есть тортик вокруг полностью ровный. Все складочки убрали. Теперь я буду защипывать свои бока. Буду использовать вот такие вот щипцы. Я их покупала у нас в кондитерском магазине очень давно, уже не скажу, что почем. Они бывают разные, разного размера, бывают ребристые, бывают с ровными краями, но пользоваться ними очень легко. И они, так как они простые в использовании, в общем, очень быстро, но текстурно, красиво. То есть, в принципе, вещь очень хорошая. Если вы найдете такие, неважно, на Али, у вас, где там в городе, купите, не пожалеете, они вам все равно пригодятся. Мастика из маршмелла, пока я ее только перекрыла, она еще мягкая, она прекрасно примет форму. Вот такие защипы, они такие и останутся. Если вы вначале поставите тортик в холодильник, то есть, вы его потом так уже не защипаете, когда мастика подостынет. Вот такой вот очаровательный бортик у нас получается. Кантовочка, красиво все. Теперь буду клеить на увлажненную водой мастику гибкое кружево. Видео о том, как я делаю гибкое кружево, я тоже давала уже давным-давно. Но повторяться и зацикливаться на этом не буду. У меня домашнее гибкое кружево на пектине, поэтому я делала его. Увлажнила мастику водичкой и вот так вот гармошечкой приклеила свое кружево. Сверху завязала бантиком для того, чтобы еще стянуть как бы это кружево, и оно получилось вот такой вот, я не знаю, как правильно это объяснить. Потом тортик сделала сверху небольшую такую картинку. И все, собственно, дальше очень просто. Не забывайте, что тортику нужно пропитаться ночь в холодильнике обязательно, он должен хорошо пропитаться. Надеюсь, это видео для вас было полезным, и как идея вам этот тортик очень понравится. А с вами был Кекс, до новых встреч, пока-пока!